Сегодня развитие информационных технологий не стоит на месте. Гаджеты прочно вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Нередко бывает, что учащиеся осведомлены о новинках электронного мира лучше, чем педагог. Умение учащихся схватывать на лету IT-новинки и использовать их в повседневности удивляет. С одной стороны, это хорошо, так как умение обращаться с техникой – это требование времени. А с другой стороны, педагогу становится сложнее заинтересовать учащегося, мотивировать на дальнейшее познание предмета. Результатом одного из таких поисков стало использование мною QR-кодов на уроках. Причем использование этих кодов возможно на всех этапах урока, от постановки цели до домашнего задания. Закодировать можно вопросы, загадки, анаграммы, адреса в интернете, номера заданий, страниц, кабинета, полки, координаты какого-либо места, числовые выражения, задания или напротив ответы. Кодировать то и другое. Задача – совместить вопрос с ответом, даты с событиями, выражения с их значениями. Задать алгоритмы работы, пошаговую инструкцию. При изучении новой темы можно прикрепить QR-коды на стикер в учебнике и расширить пространство изучаемого параграфа. QR-коды можно наклеивать на корешки книг или на форзац учебника с выходом на информацию об авторе или на другие источники, связанные с текстом книги. Кроме такой работы, QR-коды могут быть использованы для организации квестов, прохождения по литературным маршрутам с заданными цитатами, подсказками и ссылками на дополнительные ресурсы, викторин и самостоятельных работ. Это поможет не только закрепить и углубить предметные знания учащихся, но и повысить учебную мотивацию в сфере освоения новых коммуникационных технологий. Несомненным достоинством QR-кода является простота создания. Это позволяет создавать свои зашифрованные коды и использовать их на различных уроках. Любой урок можно украсить и разнообразить подобным методом, а впоследствии можно научить учащихся делать самим такие коды на практических занятиях. Использование QR-кода в образовательном процессе значительно повышает мотивацию учащихся к обучению, углубляется и повышается качество знаний учащихся, заметно возрастает личная заинтересованность учащихся в добывании знаний, у ребят отличное настроение и позитивный настрой на работу. Создается ситуация успеха для каждого. Продолжение следует...